Главное на общероссийском голосовании это, конечно же, безопасность избирателей. При входе на избирательный участок, мне измеряют температуру. Все хорошо? Да, все хорошо. Обрабатывают руки. Выдают средства индивидуальной защиты. Выдается даже ручка. Контакт с членом избирательной комиссии, он минимален. Паспорт остается у меня в руках. Здравствуйте. Сверяем данный паспорт, фамилию, его называют дядя. Затем необходимо расписаться за получение бюллетеня и можно идти в кабинку для голосования. Она сейчас без шторок. Сделав выбор, избиратель опускает бюллетень в урну и идет к выходу. Чтобы свести контакт между людьми к минимуму, выход в другом конце здания. Строгие санитарные требования к избирательным участкам разработаны Роспотребнадзором. Как такого столпотворения нет. Люди подходят тихонечко, сели и между на крыльчиках. А запасной выход есть, то есть проходят и по кругу выходят во двор нашего здания. Избирательные участки работают сегодня уже пятый день. Ежедневно идет выемка бюллетеней и упаковка их в специальный сейф-пакет. В конце каждого рабочего дня члены участковой комиссии сдают мне, как председателю, либо секретарю, бюллетени по ведомости. Они хранятся в сейфе, опечатываются. Мы все это сдаем тоже полиции на охрану. То есть все в большой сохранности. Чтобы сделать свой выбор у полевчан еще есть два дня. Голосование длиной в неделю впервые в мировой практике. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Для этого в Полевском избирательные участки развернули прямо во дворах домов. Участки мобильные. Сегодня у одной пятиэтажки, завтра уже возле другой. Геолокацию выбирают таким образом, чтобы охватить как можно больше людей. Вот, к примеру, зеленый бор, дом номер 12. Здесь работают два участка. Электорат – это в большинстве работники Северского трубного завода. Граждане активные и ответственные. На участке на нашем 2195 избирателей. Вчера к нам голосовали. Сегодня во двор пользуются популярностью, потому что пришло уже свыше 75 человек. Это только за первый час дворового голосования люди идут очень активно. Это очень удобно. Удобно и для мам с детьми, которые гуляют с маленькими, что им можно и удобно, и пенсионерам также подойти людям пожилого возраста. Люди приедут сейчас на обед, они точно так же зашли, проголосовали. Вот, к примеру, Олег Чертилин пришел сегодня в мобильный пункт прямо после смены. По пути домой признается, мобильные пункты – это удобно, быстро и безопасно. Очень удобно. Очень удобно, все комфортно, на людей немного, все соблюдается. Мне очень понравилось. Сейчас пойду своим скажу. Евгений Мазурин – еще один металлорг. Пришел на голосование вместе с сыном Андреем. Они вместе выбирают будущее страны и семьи Мазуриных. Евгений считает, что в предложенной Конституции есть все необходимое для нормальной жизни. Социальные гарантии, культура, история – а это очень важно и актуально в современном мире. Я в отпуске, в садике сейчас не работают. Мы с ребенком пошли, погода хорошая, пошли проголосовать. Это наш долг, мы считаем. Ну и знаете, вот самое главное, у меня родители пенсионеры. Я считаю, что очень важная поправка – это индексация пенсии. Ну и привитие патриотизма нашим детям. Полевской – это город металлургов. Большая часть электората – это работники городообразующего предприятия. А это непрерывное производство. Но тем не менее, заводчане находят несколько минут для того, чтобы принять участие в общероссийском голосовании. Работодатель всячески этому способствует. В первую очередь, мы не выбиваемся из контента. Разбили также наших работников по определенному графику, для того, чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора. То есть, каждый цех голосует по определенному графику. Второе – мы обеспечили транспортное сопровождение всех наших работников. Организовано у нас два маршрута. Это южная часть, потому что работники завода живут и в южной части, и в селах. И второй маршрут – это, конечно же, северная часть. То есть, у нас ходят по территории предприятия автобусы и транспортные средства, которые возят наших работников за территорию. Наталья Дружинина – одна из тех, кто во время своего обеденного перерыва приехала на выделенном автомобиле в мобильный пункт для голосования. Процедура заняла несколько минут, а ее вклад в будущее страны огромен. Очень удобно организовано голосование на придомовой территории. И каждый житель с комфортом и безопасно может проголосовать даже в обеденный перерыв. Я считаю, если ты гражданин своей страны, ты имеешь право голоса и высказать свое мнение путем голосования. Для тех, кто не хочет или не может выйти на улицу, организовали надумное голосование. Представители избирательных комиссий придут с индивидуальным пакетом и переносной урной. Достаточно лишь оставить заявку. Причины пояснять не нужно. С сегодняшнего дня будем выезжать. Вот сейчас женщина попросила, что у нее муж не выходит. Конечно, сразу приняли заявочку. Сегодня сразу же прям выезд будет после пяти вечера к ним на дом. Все бюллетени с отметками избирателей, и проголосовавших досрочно будь то на улице или же на стационарном участке будут находиться на участках под охраной полиции. Сейф-пакеты распечатают только вечером 1 июля. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости 11 канала.